Здравствуйте! Итак, мировые СМИ пестрят заголовками, что означают перестановки в Кремле, кремлевские шахматы, кто станет преемником Путина, кадровые перестановки в Кремле и угроза войны. И все это на фоне стягивания российских войск к границам Украины, истерика по поводу диверсантов в Крыму, отказ Кремля от переговоров в нормандском формате и мировая с Эрдоганом. Что бы все это значило? Спросим сегодня у нашего гостя, политолога Олега Саакяна в программе «Что происходит?». Здравствуйте, Олег! Итак, 12 августа президент Российской Федерации увольняет из главы кремлевской администрации Сергея Иванова и назначает на этот пост Антона Войно, выходца из Эстонии. Давайте разберемся, почему же это произошло, что стало такой последовательностью, что стало причиной? Здравствуйте! Действительно, перестановки в Кремле на сегодняшний момент очень активизировались. Это не только война, мы видим то, что есть и ниже порядком перестановки, в том же губернаторском корпусе до этого, до этого же мы видели в силовом корпусе. В целом, можем говорить о противостоянии российских элит внутри страны и внутри Кремля. То есть, на сегодняшний момент те классические элиты, которые были сформированы в виде двух кланов, силового клана и так называемого системно-либерального, то есть, олигархатов, фактически сформировавшегося во времена господина Ельцина, они на сегодняшний момент конфронтуют. Более того, Путин пытается выстраивать собственную субъектность. Его уже не устраивает балансирование между двумя элитами и заключение с ними консенсуса. Он пытается наращивать собственную субъектность, про что уже свидетельствует назначение и плюс усиление, например, созданием нацгвартии, изменение в силовом блоке на самой верхушке, в том же ФСБ. Кремль подходит к этапу турбулентности политической. Назначение господина Войно в этом плане является, во-первых, как результатом системных процессов, которые происходили, так, конечно же, и ситуативно продиктовано. А вот что такое политическая турбулентность? Это говорит о том, что на сегодняшний момент начинаются перестановки внутри и переформатируются те элиты, которые были заданы ранее. То есть, те форматы, те правила игры. Ведь помимо того, что сегодня эти два клана начинают уже играть между собой, плюс начинается игра внутри кланов. Мы видим, что и там внутри нарастает внутреннее недовольство. И следствием этого как раз становится значение уже губернаторов новых и чистки в самих рядах. Если мы хорошо, если мы вспомним, например, ситуацию с партией регионов в Украине, когда на определенном этапе уже началась внутренняя афагия, когда началась экспроприация экспроприированного, уже вышестоящие чины внутри партии начали есть ниже стоящих, отбирая собственность, продиктовывая новые правила. Вот примерно это на сегодняшний момент происходит и внутри. Но я так понимаю, что такой микс получается усиления одного человека в Кремле, то бишь Путина, и вот такие вот внутренние кремлевские войны. Потому что есть мнение того, что это или то, или то. Здесь и то, и другое происходит. Россия – страна дворцовых переворотов. Говорить пока что о том, что нас ожидает очередной дворцовый переворот, рано. Но, по крайней мере, определенные его уже отдельные фрагменты проглядываются. Я думаю, во многом это понимает и глава Кремля Владимир Владимирович Путин, и, скажем так, коллективный Путин. Поскольку мы понимаем, что все-таки не один человек принимает решение. И они уже видят эти очертания дворцового переворота. В связи с этим и связана определенная истерия и хаотичность, и быстротечность действий сегодняшних. Хорошо, давайте вернемся к персоне войно. Вот что это за человек? Кто он? Какая у него политическая карьера? Почему именно он стал фаворитом Путина, а не кто-либо другой? Ну, во-первых, войно – это чиновник в поколении. Если мы вспомним о его дедушке, то этот человек был классическим советским назначенцем в Прибалтике, который выполнял волю Советского Союза и контролировал ее. Поэтому его не очень хорошо помнят у него на родине, точнее, помнят не очень хорошим словом. И в данном случае войно, он является, младший, скажем так, он является продолжателем этой династии, и поэтому он был уже изначально, на самом старте, инкорпорирован в систему политических элит Советского Союза после постсоветской России. Прежде всего. Во-вторых, надо понимать, что это человек, который контролирует протокол. Вернее, контролировал до недавнего времени. Это глава протокола. Соответственно, человек, который практически постоянно имеет доступ к телу, условно говоря, к Владимиру Путину. В данном случае, то есть человек, с которым он мог пересекаться формально, неформально, с которым он мог разговаривать, делиться определенными вещами. А на сегодняшний момент, вот вследствие всех этих процессов, мы можем сконстатировать, что Путин начал замыкаться. Происходит замыкание диктатора самого себе и в ближнем круге. То есть период, когда были назначены люди по квотам элит, когда был определенный консенсус, он подходит к концу. На сегодняшний момент начинается назначение, условно говоря, по единственному принципу – преданности и лояльности. То есть тех, кого знают. Уже одноклассники, кооператив «Озеро», так называемый, закончился. И теперь вот пошло более близкий круг. Соответственно, войной, я думаю, таким образом и попал именно в поле зрения Владимира Путина на назначение, на должность. Другое дело, что, мне кажется, это спровоцировал во многом крымский кризис, последний истерия по поводу диверсантов. И в данном случае господин Иванов поплатился за, собственно, оплошность и за определенное неверное позиционирование ситуации, скорее всего. И поэтому господин Войнов вполне ожидаемо заместил его на этой должности. Хорошо. Вот войно как-то может повлиять на ситуацию в Крыму, на востоке Украины? И мы можем ожидать какой-то, грубо говоря, свиньи с его стороны в сторону Украины? Очень сомневаюсь. Скорее всего, это человек, который будет полностью подчинен Путину и который не будет проявлять собственную инициативность. В данном случае он попал на эту должность, более перепрыгнув этапы, которые должны этому предшествовать, и лично по воле Путина, судя по всему. Соответственно, это будет преданный человек, который просто будет выполнять волю, будет канцеляристом. И Путина сейчас это будет устраивать, поскольку диктатору, особенно вот в такой ситуации, меньше всего хочется слышать критику, меньше всего хочется слышать альтернативу, хочется слышать подтверждение собственной правоты. В этом и та ловушка, в которую он попадает на сегодняшний день, и где-то даже возможные шансы, которые открываются для Украины с этим. Хорошо, вот если вернуться к Сергею Иванову, можем ли мы говорить, что его политическая карьера закончилась или заканчивается? Потому что он из бывших силовиков, и тут его бросают в сферу экологии. Дословно, он теперь стал специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Вот такая вот, я не могу назвать это рокировка, это какой-то такой странный механизм, который лишен логики, перестановки должностей. Министр без портфеля, иными словами. То есть человека назначают на вроде бы громкую должность, в высоком статусе, но при этом прямого подчинения у него нет, собственной структуры нет. Соответственно, это просто корочка, это просто сохранение политического статуса при отбирании у него абсолютно всех рычагов влияния. Конечно же, это политическая ссылка в данном случае. Поэтому я и говорю о том, что в Кремле не происходит ротация элит, а происходит наказание господина Иванова. И, соответственно, абсолютно стихийная, вот знаете, вместо социального лифта, социальная катапульта, война попадает сразу в одно из первых кресел Российской Федерации. Поэтому, конечно же, это не более чем ссылка, и я думаю, что политическая карьера на этом Иванова, если не подходит к концу, то, по крайней мере, она затормаживается и откатывается назад. В дальнейшем, в зависимости от перестановки игры элит в рамках Кремля, возможно возвращение Иванова. И, возможно, Иванов еще будет играть собственную роль. Тем более, что обиженные в рамках сегодняшней системы все больше и больше начинают проявлять собственную субъектность и начинают говорить о том, что они обижены. И, возможно, господин Иванов, возможно, может определенным образом восклавить бунт недовольных. То есть, в принципе, когда-то на политической арене, в ближайшем вряд ли будущем, А может быть и в ближайшем. Да, могут появиться новые имена на политической арене Российской Федерации. Ну, смотрите, сейчас Россия стоит на пороге думских выборов. Соответственно, выборы – это один из дневных инструментов для того, чтобы ротировать элиту, перезагрузить системные определенные вещи. То есть, это вот такой вот механизм, который включается раз в несколько лет и помогает изменить ход ситуации. Я думаю, что на этих выборах будет проявлена жесткая рука, и они станут выборами без выборов. Соответственно, во многом это спровоцирует как раз процессы недовольства и разочарованности в таком механизме, с одной стороны. С другой стороны, если вдруг эти выборы действительно состоятся, то тогда естественным образом, имеется в виду, состоятся согласно процедуре и в действительности соблюдения стандартов, тогда мы получим естественную перезагрузку и вливание новой крови, которая будет изначально уже раздражать систему изнутри и формировать внутреннюю оппозицию. Видите, получается интересная ситуация, что в России фактически все тяготы, связанные с внешними санкциями, то есть с агрессивной политикой Путина, они упали на средний уровень, на уровень субъектов федерации и их клав. Это обычно люди-представители тех или других кланов элит финансово-промышленных групп, либо сами по себе, либо являются делегированными, которые, откровенно говоря, покупают свое место. Покупают либо электоральную, условной гречкой, как у нас это называют, либо покупают это с помощью прямой покупки у элит вышестоящих. Эти люди приходят для того, чтобы отбить собственные инвестиции. На сегодняшний момент они не просто не могут отбить свои инвестиции, а они еще и ходят постоянно под плахой. Соответственно, эта инвестиция становится очень шаткой, и многие из них уже, если выражаться сленгово, попали на эти деньги. Соответственно, таким образом формируется целая категория на среднем уровне людей, которые будут и элит недовольны дальнейшим продолжением подобной политики. Тем не менее, вы сказали о том, что может вливаться новая кровь. Выборы – это всегда новые каналы вербовки, это новые люди, новые лица. Но назначаются на высокие посты в государстве все-таки те люди, которых Путин знает лично. Это телохранители, это люди, которые разделяют его мнение. Хотя, в принципе, если посмотреть на эту ситуацию, то в Украине происходит то же самое. Наш президент и наша верхушка назначают себе в советники, в замминистра и так далее, тоже людей, которых они очень хорошо знают. Вот это что? Это страх потерять власть, контроль? Или есть еще какие-то мотивы? Если субъективное объяснение этой ситуации, то, конечно же, это страх потерять власть элитами. И в данном случае они назначают тех, кто им ближе всего, тех, кого они знают, к кому убедились. Если говорить системно, то это присуще всем постсоветским странам, поскольку в рамках нефункционирующей политической системы, которая неадекватна сегодняшним реалиям, единственным капиталом, который действительно является ключевым в политике, становится капитал условной лояльности, капитал прямого знакомства и подчинения. То есть ключевым становится не экспертность человека, не его статусность, а ключевым становится, насколько он предан руководителю. В данном случае, конечно, назначаются либо дальний круг, и тогда мы видим приход во власть Донецких, приход во власть Винницких, приход во власть абсолютно других территориально обозначенных. Мы можем видеть обозначенности по промышленным группам, то есть приход определенного предприятия всей команды, переход либо с определенной структуры, например, условного облсовета, горсовета и так далее. Либо же, когда система доходит до своего апогея, уже просто доходит до выгорания, что мы видим в России, начинают назначаться телохранители, кухарки, любовницы, массажисты и так далее. Вот это мы сегодня видим в Кремле. У нас, конечно, ситуация еще не настолько трагична, но, к сожалению, те же системные проблемы, они наблюдаются и у нас. И это говорит о том, что качество элит, их понимание сегодняшних реалей и адекватность этим реалям соответствия, оно, конечно, оставляет желать лучшего. А вот Антона Войно могут рассматривать на более высокие политические роли в Российской Федерации? Куда уж выше. Не, ну, мы сегодня не можем залезть в голову, скажем так, архитекторам. Сегодняшнего, либо будущего режима Российской Федерации. Ну, я думаю, то, что Войно – это фактически предел его карьеры, поскольку он является ведомым человеком. Более того, если мы посмотрим его недавние, да, недавние и давние работы, и тот багаж РНМС, к которому он пришел, то мы увидим то, что он достаточно спорный. Там очень много, как минимум, порций забавных вещей, как максимум опасных вещей. То есть человек с определенной манией, человек с определенным чувством собственной правоты и безапелляционности. Поэтому, конечно же, я думаю, что такой человек дальше, я не думаю, что это может продвинуться. Окей, вот есть мнение профессора МГИМО Валерия Соловьева, который, в принципе, и предсказал вот такие вот перестановки в Кремле. И он сделал новый прогноз о том, что вскоре может последовать отставка нынешнего главы ФСБ Александра Бортникова, занимающего свой пост 2008 года. Вот ему на смену якобы придет человек из конкурирующего ведомства. Вот что это может быть за человек? Точнее, кто это может быть и что это за конкурирующее ведомство может быть? Тут, я думаю, лучше спросить у людей, которые более инкорпорированы в российские политические реалии сегодняшние, потому что по фамилиям сложно сказать. Тут, я думаю, что это больше должно базироваться на слухах, внутренних, да, инсайтах. Я, к сожалению, не владею на сегодняшний момент фамилиями, которые могут быть назначены. Но, скорее всего, это будет человек из альтернативного силового крыла. Это будет либо военное крыло, либо это будет личная преданность Владимиру Путину. То есть человек, который, возможно, это будет человек из создаваемой сейчас, фактически, создаваемой Национальной Гвардии Российской Федерации. То есть тот, кто себя зарекомендует, возможно, это будет сегодняшний глава, в случае, если удастся выстроить систему быстро реагирующую и прямого подчинения президенту. То есть, скорее всего, именно Национальная Гвардия станет во многом кузнецей кадров для силового блока уже подчиненного непосредственно Владимиру Путину. Вот в продолжение темы слухов. Сейчас активно распространяется новый слух о том, что о переходе заместителя главы президентской администрации Вячеслава Володина на работу в Госдуму. Он является одним из кандидатов. И говорят, если это произойдет, то можно будет говорить об окончательном изменении администрации. Вот из такого мозгового центра в такую канцелярию, которая управляется одним человеком. Вот разделяете такое мнение или нет? Точнее, канцелярию, которая выполняет приказы одного человека. Ну, если мы поставим в этот ряд насыщение войну и другие ситуации, то, конечно же, становится понятно, что, скорее всего, действительно администрация станет канцелярским органом. С другой стороны, на себя функции мозгового центра перебирает просто близкое окружение Владимира Путина и определенный, знаете, пул людей, которые находятся рядом с телом. То есть, институционально уже Путин не доверяет структурам, которые должны выполнять эти функции, и переходят на уровень определенных межличностных контактов, межличностных отношений. Ну, условно говоря, в Украине, например, это выражается в стратегической шестерке, восьмерке либо в каких-то других вещах. Вот нечто такое неформальное 100% существует и при Владимире Путине. Я думаю, что его роль на сегодняшний момент усилится из консультативного органа в орган, который будет вырабатывать решения. И давайте еще поговорим немножечко о том, о чем я сказала в самом начале программы. Это вот психоз с диверсантами, угрозы Кремля в сторону Украины, а почему это Украина у нас такой сгусток терроризма. Вот почему усилились такие прям негативные высказывания Владимира Путина в сторону Украины, как вы считаете? Не, ну, усилились сказать сложно, поскольку они постоянны. Да, они постоянны, и это абсолютно нормальное явление, но стоит ожидать еще больших усилений, поскольку мы воюем все-таки в состоянии войны, находимся об этом, когда мы анализируем те или другие процессы, забывать не стоит нам все вместе. Поэтому, конечно же, здесь относительно крымской темы, мне более интересно, почему именно так отреагировала Россия. И мы увидели, что это была истерическая реакция, это была быстрая и во многом необдуманная реакция, начиная от объединения в одном заявлении Путина ситуации по Луганским оккупированным территориям, вместе с Крымом и Донбассом, то есть Восток и Крым впервые фигурировали в заявлении вместе. Ошибки в произношении Луганской народной республики, опять берем в кавычки, с уст Лаврова с названием и Лаоской, то есть что говорит тоже об эмоциональности, а это все-таки дипломат с огромнейшим опытом, который ранее себе не позволял подобные казусы. Конечно, другие позволяли, но такие нет. Плюс к этому мы можем говорить об непродуманности и фальши видеоматериалов и других, которые готовились на коленке, очевидно. Соответственно, это говорит то, что эта ситуация застала врасплох. Скорее всего, это было действительно внутренний просто трабл, внутреннее противостояние, абсолютно кризисная ситуация, но ввиду тех процессов, которые происходят в Кремле, о котором мы с вами говорили, элиты побоялись просто-напросто донести корректную информацию наверх и попытались разыграть украинскую карту, чтобы прикрыть самих себя. В результате, я думаю, то, что смещение господина Иванова ситуативно было связано как раз с этим, что Путин не получил достоверную информацию, соответственно, реакция была неадекватной ситуации и наломали достаточно большое количество дров. С другой стороны, конечно же, институты в Российской Федерации, особенно которые связаны с пропагандой, работают достаточно системно и качественно, поэтому альтернативный месседж, который был вынесен относительно государства-террориста, он был достаточно логичный, я думаю, что был фальш-старт, и эта заготовочка должна была произойти либо в момент выборов в европейском пространстве, просто раньше времени. Плюс связка с Луганском, по которому явно Владимир Путин готовил заявление относительно покушения на Плотницкого, вот оно кумулятивно и произошло в один момент. И это дало лишь негативы, а не позитивы, потому что если бы этот месседж относительно государства-террориста был скоммуницирован условно на месяц позже под выборы, то это был бы хороший козырь для российской пятой колонны в европейском и западном пространстве, которая бы под выборы получила бы не просто эфемерный образ какой-то там Украины, фейл-стейт, несоставившейся государству, либо чего-то там другого, то есть как фашистского государства и прочих мифологем, которые особо неприменимы, тем более пятая колонна российской состоит в основном из крайне правых политических сил и крайне левых, для которых риторика в стиле того, что в Киеве сидят фашисты, ну как-то будет очень неприемлемой и даже где-то смешной. Соответственно, тут они получают образ, который уже на Западе прогрет, который ассоциативный ряд достаточно понятный. Государство-террористическая организация, условно там Али-Каида, ИГИЛ, одновременно сразу очерняя Украину, давая материал, который легко взойдет. И это бы усилило бы электорально позиции этих крайне радикальных сил российской колонны. В данном случае произошел фальстарт, который многому и обусловил на сегодняшний момент негативный вал на Российскую Федерацию, а не позитив. Окей, но вот история с диверсантами в Крыму, это ведь не просто так она была создана, и не просто так это было сказано для того, чтобы потом отказаться от переговоров в нормандском формате. Вот какие мотивы еще были отказа? Почему именно только на это опирались? Ну, я думаю, что от нормандского формата Россия так и не откажется, она будет нам участвовать, поскольку достаточно много рычагов давления у сильных игроков международной политики остается относительно России, и никто ей не даст просто так вырваться из-за нормандского стола. Дальше уже следовали определенные заявления, что в принципе готовы встречаться и так далее. То есть произошел откат. И я думаю, вот в момент, когда как раз пришла информация достоверна о том, что действительно произошло, вот здесь вот и пошел откат позиции внешнеполитической России, потому что, конечно же, это было абсолютно эмоциональное и неадекватное заявление, и когда стало понятно, что вся мифология под нее построена, сыпется, то у России не оставалось козыря. В случае, если бы действительно это был условно-теористический акт со стороны Украины, хотя даже говорить об этом не приходится, потому что достаточно глупая ситуация. То есть мы на собственной территории, осуществляя, например, контр-диверсионную деятельность или деятельность по возвращению конституционного статуса, занимаемся терроризмом. Но это уже само по себе смешно и смешно до слез, поскольку поражает, собственно, абсурдностью. Но тем не менее, если бы это были действительные действия со стороны Украины, то в данном случае Россия бы получила бы такой козырь и действительно смогла бы его разыграть для того, чтобы выйти из процесса и задать альтернативную повестку, исходя из собственных интересов. Поскольку Минск и Нормандский формат на сегодняшний момент не удовлетворяют Россию абсолютно. Хотя этому не стоит радоваться Украине, поскольку у нас он не удовлетворяет, возможно, даже еще в большей степени, нежели Российскую Федерацию. Это формат, который нам все-таки навязан по большей степени Западом для того, чтобы уйти от Будапештского меморандума и о нем не вспоминать. Хотя, если мы говорим о российской агрессии и о системном противостоянии, которое происходит в Украине, а тут три фронта. Тут и внутренний фронт, и российско-украинская война, и геополитическое столкновение, перекраивание мира. То Будапештский меморандум, это вещь, нарушение Будапештского меморандума, не вспоминаю о нем, это примерно равнозначное преступление, как и нападение Путина на Украину только со стороны западного мира, поскольку они фактически тем самым подписались под тем, что не только России подписаны документы, не стоит бумаги, на которой они подписываются, что было для всех и так понятно, но и с Западом подписанные документы точно так же могут не выполняться, и о них, в принципе, можно даже не вспоминать. Так, поговорили об провалах Российской Федерации, давайте поговорим про успехи, если мы можем назвать это успехами, примирение с Эрдоганом. Вот давайте посмотрим, как это было, а потом уже будем разбираться. Это удар, который нам нанесли в спину пособники терроризма. Так высказался Владимир Путин после того, как Турция сбила российский бомбардировщик Су-24. В Минобороны потом недвусмысленно указывали на то, что Анкара покупает нефть у боевиков, запрещенной в России группировки «Исламское государство». Москва ввела санкции и запретила чертерные рейсы. Через полгода Эрдоган направил Путину послание с извинениями, а во вторник, на встрече в Стрельде, президент России говорил о полном восстановлении торгово-экономических связей и возобновлении полетов. Приоритет – выход на докризисный уровень двустороннего сотрудничества. И это действительно насущная задача, ведь только за пять месяцев текущего года объем российско-турецкого товарооборота просел на 43%. Полагаю, выход на докризисный объем туристического потока – это только вопрос времени. Главное здесь – обеспечение турецкой стороной условий максимальной безопасности российских граждан. И такие гарантии мы от наших партнеров получили. Накануне встречи Эрдоган в интервью называл Владимира Путина своим другом. Визит в Россию – его первая зарубежная поездка после неудавшейся попытки переворота. Если вы помните, целью Турции и России был товарооборот объемом 100 миллиардов долларов. Мы собираемся достигнуть этой цели. С сегодняшнего дня мы возобновляем этот процесс и продолжим предпринимать решительные шаги. Оба признали, что разногласия по Сирии остаются. Анкара добивается ухода Башара Асада. Москва настаивает на том, что он законный лидер. Анкара продолжает пререкаться с Западом, крайне недовольным жесткой реакцией на попытку переворота. И одновременно идет на сближение с Москвой. Глава МИД Германии примирение приветствовал. Но заметил, по его мнению, вряд ли отношения между Москвой и Анкарой станут настолько близкими, чтобы Турция променяла на них стратегическое партнерство и защиту, которые дает ей НАТО. Олег, вот можем ли мы считать, что это успех Российской Федерации, это примирение? И насколько долго может продолжаться этот союз? Я сомневаюсь, что это успех, это объективно продиктованная реальность, в многом условленная позиция Турции. Надо понимать то, что на сегодняшний момент Эрдоган убедился в том, что поддержки на Западе ему не стоит ожидать, и она будет зависеть от внутренних раскладов Турции и от ситуации. Она не будет безусловной. Соответственно, в данном случае он решил разыграть собственную карту и выйти с собственной повесткой и заявить о субъектности Турции, о субъектности на формирование собственных претензий и собственной повестки. Соответственно, тактически для него было важно сейчас сблизиться с Россией, для того, чтобы вот эту собственную субъектность подтвердить. И, ну если не шантажировать, здесь неправильно будет слово, здесь будет правильным словом, наверное, торговаться с западным миром относительно собственных позиций. В этом он использует Путина. С другой стороны, для Путина сейчас сближение с Турцией, такое тактическое и больше декларативное, оно тоже является позитивным, поскольку демонстрирует одну из немногих побед, в кавычках, либо подчеркнуто Владимира Путина, для внутреннего потребителя прямо перед выборами. Это очень хороший подарок главе Кремля. С другой стороны, если стратегически брать, то сближения здесь не может быть, поскольку эти два режима ровно настолько же похожи, насколько являются разными. Но это два режима, два диктаторских режима, два разных имперских проекта, которые по сути своей очень схожи. И ключевыми точками, которые не дадут им никогда сойти стратегически, это будет Крым, на который есть притязание и в пантюркистской идеологии, и в русском мире. И также это Южный Кавказ, относительно которого также Турция всегда будет поддерживать Азербайджан, а Россия не сможет никогда отказаться от позиции собственного контроля, как за Азербайджаном, так и за Арменией. Хорошо, давайте вот на этом мы поставим точку. Спасибо, что сегодня были с нами. Я напомню, у нас в гостях был Олег Саакян, политолог, и говорили мы о перестановках в Кремле. Это была программа «Что происходит» в эфире Черноморской телерадиокомпании. Я желаю вам хорошего дня.